Пирожки и борщ, матрешки и частушки. На удивление, все это будет сегодня происходить не на улицах Москвы или Севастополя, а здесь, в далеком штате Аризона, на фестивале русской культуры. Американскую культуру часто шутя сравнивают с чугунком наваристого супа. Каждый овощ – это представитель той или иной культуры, который приносит в общий чугунок различные витамины, свои традиции, обычаи и достижения. Таким образом, создается принципиально новое общество, варясь в котором каждый новоприбывший становится его частью. С момента падения железного занавеса процентное соотношение русскоязычного ингредиента в американском чугунке резко увеличилось, и сегодня в США проживает более пяти миллионов выходцев из бывшего Советского Союза. Из них 60 тысяч зовут своим домом штат Аризона. Мы живем здесь, в Америке все люди откуда-то приехали, все эмигранты, но мы должны представлять свою культуру. И наши дети должны это помнить и знать, нашу культуру. В отличие от своих родителей, сегодняшние студенты из России, Украины и Америки могут свободнее общаться и узнавать друг о друге. У аризонцев, интересующихся русской культурой, существует множество возможностей с ней познакомиться. В штате открыты русские магазины, в городской библиотеке несколько полок отведено книгам на русском языке. И недавно был проведен первый в Аризоне фестиваль русской культуры. Он был организован местной русской православной церковью и состоялся на территории государственного колледжа города Глендейла. Местные студенты не пропустили это событие, ведь у каждого из них были свои причины интересоваться русской культурой. Моя мама русская, таким образом я наполовину русская, и я всегда интересовалась русской культурой. Я занимаюсь в классе русского языка для начинающих в местном колледже. По работе я провожу много времени в России и в русском культурном регионе. На фестивале мне хотелось увидеть что-то новое. Я здесь со своими русскими друзьями. Я не очень много знаю об этой культуре, но очень хочется узнать больше. Кроме всемирно известных матрешек, на фестивале были представлены гораздо более раритетные экспонаты. Такие как коллекция мотоциклов советского производства, традиционные костюмы кубанских казаков, ружья, украшения из полудрагоценных камней ручной работы, украинская и русская декоративная роспись и живопись. Не уступала и музыка. Некоторые из песен, представленных на фестивале, передавались из поколения в поколение с царских времен. ПЕСНЯ Лидер русской православной церкви в Аризоне и идейный вдохновитель организации фестиваля «Отец Джон» по происхождению американец, крещенный в православную веру уже в зрелом возрасте. Для него одной из главных задач на фестивале было познакомить людей с русской православной церковью. Православная вера существует на Руси уже тысячу лет. Она настолько срослась с русской культурой, что уже невозможно различить, где заканчивается человек русский и начинается человек православный. Русские живут по правилам христианской веры в своей повседневной жизни, даже не задумываясь об этом. Для них это уже норма и часть культуры. Мы хотели поделиться этим открытием с теми, кто интересуется русской культурой. Я очень хочу увидеть танцоров. Думаю, что это будет очень интересно. Мне очень интересно попробовать русскую еду. Выглядит очень заманчиво. Да, это будет кавер, да, это будет кинч, чиз. Окей, это очень интересно. Представители многих постсоветских республик тоже присутствовали на фестивале, представляя различные европейские культуры. Мой стиль украинский, он походит, это петриковский стиль, он походит из Полтавской области до 17 века. Художники украшали свои дома и стены росписями такими неприхотливыми. Каждый художник привносит свое в этот стиль. Так точно, как и я тоже разрабатываю свои элементы и стараюсь обязательно применять какие-то традиционные элементы в моей росписи украинской. А для тех студентов, которые после посещения фестиваля заинтересовались изучением русского языка, была подготовлена информация о возможности обучения русскому как иностранному в местном колледже с носителем языка из русского города Костромы. Конечно, для меня это огромная радость, что студенты интересуются русской историей, русской культурой. Им интересна жизнь в России, что происходит в настоящее время, какие изменения наша страна и другие бывшие республики сейчас проходят. Такие мероприятия, как фестиваль русской культуры, помогают русскоязычным жителям Аризоны сплотиться, дают возможность детям, рожденным в Америке, узнать больше о своем происхождении и позволяют аризонцам не только больше узнать о своих русских соседях и сотрудниках, но и познакомиться ближе со своими соседями по планете, чья культура долгое время хранилась в тайне за железным занавесом предрассудков и стереотипов. Я хочу, чтобы все узнали, какие мы замечательные и веселые люди, что гостеприимство – это огромная часть нашей культуры, что мы любим всех людей и любим Америку. Америка очень похожа на Россию, потому что в одной стране живут представители разных народов. Например, я – бурятка, живущая в России, и таких народов в России очень много. Этим она схожа с Аризоной. Мне здесь очень нравится. Я надеюсь, что после этого фестиваля русские поймут, что существует много американцев, которые ценят, понимают, любят русскую культуру и находят в ней то, что хотели бы перенять. Я также хочу, чтобы американцы увидели, насколько богата русская культура и что русским людям есть чем поделиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова